Сулейманов Рафис Закванович – электросварщик листов и лент трубоэлектросварочного цеха номер 2. Один из двух десятков человек, которые сегодня получают из рук управляющего директора Северского трубного завода Михаила Зуева высокие награды от трубно-металлургической компании. Практически все, кто сидит в этом зале, отдали градообразующему предприятию Полевского десятки трудовых лет. Они герои производственных будней. Выполняя задачу, поставленную акционерами и руководством завода, они ежедневно вносят вклад в развитие трубно-металлургической компании. На каждом заводе появились центры профессионального образования. И мы здесь с вами тоже, наверное, в лидерах, потому что мы действительно серьезный такой проект реализовали и построили центр профессионального образования, который обеспечен современным дидактическим оборудованием. Он у нас получился очень сильный. Мы являемся одной из основных площадок нашего корпоративного университета. Это направление в компании развивается. Заканчивается строительство площадки Сколково. Значит, это будет, по сути дела, научная база, где будут стянуты все наши научные потенциалы объединены, где будет создана мощная испытательная база. Валентин Томилов – гальванник трубопрокатного цеха номер один Северского трубного завода. Пришел на СТЗ 40 лет назад за стабильностью и заработной платой. Сегодня с уверенностью заверяет – родное предприятие его не подвело. А те изменения, которые в последние годы происходят на заводе, не дают повода усомниться и в будущем. Раньше были только линии, потом поставили кайды, потом поставили эмаги. Сейчас вот еще два эмага новых поставили. На которых линиях мы работали, них уже нет. Валентин Михайлович – неосвобожденный бригадир на своем участке. На его счету подготовка десятка молодых металлургов. Он отличный наставник и знаток своего дела. Начальство гордится Валентином Томиловым. Он оплот своей профессии, знает ее от а до я. Сам же заслуженный работник ТМК оказался человеком скромным. И сегодня очень стесняется. Томилов Валентин Михайлович – заслуженный работник ТМК. Компания сегодня ставит перед собой амбициозные задачи. Их цель – быть первыми не только в объемах производства, но и в отношении качества, экономических показателей. И здесь главные помощники, конечно же, работники, которые сегодня работают на промышленных предприятиях, входящих в состав трубно-металлургической компании. Они заслуживают самые высокие награды от руководства ТМК. Андрей Владимирович Хлопенков пришел на Северский трубный завод в 1983 году по примеру отца. Сегодня здесь работает его сын. Признается, что если бы возвернуть время с пять, он бы вновь пришел на Северский трубный. И вновь стал наладчиком автоматических линий и агрегатных станков трубобракатного цеха номер один. Единственное предприятие в городе, ну, как по-тругому. Оно городообразующее. Все работают в Трубном. Мало кто-то. Если кто-то даже и уезжает, возвращается обратно. Представительство ТМК сегодня можно найти как в российском дивизионе, так и в Румынии, Казахстане, Оммании, США. Везде работают люди, преданные своей профессии. Один из них – Станислав Алексеев. 52 года отдал Северскому трубному заводу. В последние годы был заместителем генерального директора ТМК КПВ. Сегодня уходят на заслуженный отдых. Спасибо вам за понимание и поддержку. Северский трубный лучший завод России. Понимаете? Так что я восторг. Сегодня коллектив сталиплавильщиков и трубопрокатчиков делает все возможное для достижения максимально возможного результата. Вот, к примеру, Инна Клюева возглавляет цех культуры больше 10 лет. Считает завод гарантом стабильности. Сегодняшнюю награду называют поводом развиваться и искать новые грани для организации досуга заводчан. Это аванс и мощный толчок к тому, как надо развиваться, чему надо учиться у наших старших товарищей. И, наверное, действительно, наш очаг культуры должен стать тем местом, в котором было бы комфортно и маленьким детям, и старикам, и всем, кто переступает порог этого красивейшего здания. Ксения Балденкова, Сергей Чижов. Новости. Твой день.